Дорогие мои коллеги, Марина Трофимова, гуманитарная редакция. Расскажу вам о наших новинках. Хорошо меня видно и слышно? Так, первый наш автор Андрей Максимов, широко известный теле- и радиожурналист, автор многих книг о психологии общения. Это гений общения, и в основном его книги посвящены именно общению. Автор нескольких книг по психофилософии и книг для родителей. Книга «Как перевоспитать трудных родителей» и другие проблемы, которые должен решать подросток-разведчик. Эта книга ложится в линейку таких книг Максимова, как «Родители как враги», «Как не стать врагом своему ребенку». Эти книги пользуются большой популярностью и хорошо продаются. Что это за книга и чем она отличается от других? Эта книга, как вы видите по названию, адресована подросткам. Детям, у которых возникает множество трудных проблем в период взросления, и не всегда они могут найти общий язык с родителем. Почему подросток называется разведчиком? Это такой интересный ход Андрея Марковича. Ну, во-первых, дети любят все прикольно, все такое неожиданное. И вот это слово «разведчик» тут и работает. Это один момент. А второй момент, то, что ребенку, подростку предлагается действительно стать разведчиком, занять активную позицию по отношению к взрослым, по отношению к педагогам, к друзьям, задавать много вопросов, получать на них ответы, то есть фактически общаться. И в книге в очень такой игровой, веселой, динамичной форме рассказывается о том, как решать самые сложные подростковые проблемы. Книга проиллюстрирована художником Полиной Побережской. Это та же художница, которая иллюстрирована в паттерной сказке. На этот раз, как вы видите, иллюстрации черно-белые. Причем очень интересное сочетание черно-белых иллюстраций и фотографий. Но когда выйдет книга, вы увидите. Мы надеемся, что эта книга будет пользоваться большой популярностью у читателей и, прежде всего, у подростков, потому что не так много книг, где автор общается с подростком на рамках. Так, следующее. Следующий наш проект. Армен Виспарян. Широко известный человек, теле- и радиоведущий, автор многих программ, начальник управления в информационном агентстве «Россия сегодня». Известный блогер, публицист, даже, можно сказать, политик, потому что он часто выступает со своими взглядами и со своим мнением. На его презентации собирается очень много народа и покупает много его книг. Мы выпустили в настоящий момент две книги и совсем скоро, в начале марта, приходит третья книга Армена Виспаряна «Операция Трест». Ну, первые две книги наша торговля, наши клиенты уже знают. Это «Война после победы». Эта книга посвящена актуальной проблеме возрождения нацизма и фашизма, ну, прежде всего, на Украине. Книга рассчитана, прежде всего, на молодежь. И в ней рассказывается история бандеровского движения. Мне особенно интересно, это в 90-е годы, как наши зарубежные противники старательно люлеяли и продвигали эти движения. Генерал Скублин, легенда советской разведки, удивительный человек, который был супругом известной певицы Клевицкой, бывший белогвардеец, начальник Корниловской дивизии, который был, в общем-то, русским патриотом. И когда он посмотрел на то, как русская эмиграция, что она собирается сделать со своей страной, он принял предложение советской разведки и стал, собственно говоря, суперагентом советской разведки. Это была блестящая операция советской разведки. И операция «Трест» — это знаменитая история, как разгромили белогвардейское подполье в 20-х годах, начало 20-го века, это Савенков, это люди с ним связанные. И по этой истории был поставлен известный фильм. Но эта книга давно не переиздавалась, вот мы её переиздали. Так. Вопросов? Вопросов пока нет. Давайте дальше. Ещё один наш очень интересный проект — проект Александра Владимировича Шубина. очень известный историк, сотрудник Российской академии наук, человек, который очень серьёзно занимается идеологиями, особенно левыми идеологиями, и который является очень глубоким исследователем. И при этом он замечательно пишет. что у него вышло более 20 книг по истории России, среди них «Вожди и заговорщики», «10 книг по советской стране» и так далее. Его книги в основном посвящены истории революционного движения в России и советской эпохе. Ну и вот у нас задумана серия о советской эпохе. И на днях уже буквально выходит первая книга этой серии «Старт страны советов». Чем интересна эта книга? Ну, она вообще интересна от корки до корки, потому что автор последовательно рассказывает о том, как получилось, что из небольшой никому неизвестной партии выросла такая мощная сила, которая, в общем-то, пришла к власти и дальше организовала долгосрочный проект по построению Советского Союза. Он рассказывает подробно как о событиях, так и об основных лидерах и борьбе между ними. Все это очень увлекательно, подает очень интересно. И в то же время книга ставит очень серьезные вопросы. Ну, допустим, главный вопрос, который автор поднимает в книге, почему не сложилась широкая коалиция левых сил? То есть всем известно, что к власти в 1917 году пришли как большевики, так и левые серы. И в большевистском революционном движении активно участвовали также социалисты. Вот автор показывает, что постепенное сужение этой социальной базы и сделало возможную гражданскую войну. Ну, в книге также очень много интересных вопросов и проблем. Автор работает над второй книгой по истории гражданской войны. И мы ждем от него продолжения этой интереснейшей серии. Так, дальше... Дальше наш суперпроект. Это проект Дмитрия Коблина-Пучкова. Развед-опрос. И наша серия, которая мы будем активно развивать с автором, Тупичок Коблина. В проекте также активно участвует Егор Яковлев, который вместе с Дмитрием Пучковым организовали сайты Digital History, где будут представлены интереснейшие авторы-историки с самыми острыми политическими и историческими темами. И вот этот проект наш совместный с Дмитрием Коблиным-Пучковым и его студией «Добрый фильм». То есть авторы будут выступать на его площадках и потом это будет издаваться у нас. Активно будет продвижение как через магазины и средства массовой информации со стороны издательства, очень активное продвижение выступления авторов, так и очень активное, мощное продвижение со стороны Дмитрия Гоблина-Пучкова и Егора Яковлева. Мы очень рассчитываем на этот проект, рассчитываем, что у нас будет выходить много книг. Сейчас вот выходит первая книга серии, замечательная книга Егора Яковлева «Война на уничтожение», «Что готовил Третья Реза для России». Эта книга, ну, можно сказать, тоже суперпроект, потому что она, во-первых, в этой книге показывается, какие планы были действительно у Гитлера по отношению к России. И это анализируется на основании и наших источников, и источников этих немецких архивов, и многочисленных публикаций. И Егор показывает, что война, которая велась с Гитлером на Западе и в Восточной, в Западной Европе, она резко отличалась от того, что было по планам уготовано Советскому Союзу, жителям России. Это фактически была война на уничтожение, в первую очередь превращение России, европейской ее части, в колонию, а при этом планировалось уничтожить значительную часть населения, которая была, по мнению Гитлера и его приспешников, лишняя. И Егор Яковлев показывает, что только благодаря активнейшему героическому сопротивлению советского народа удалось прийти к победе и избежать такой жалкой трагической участия. Эта книга будет активно продвигаться. Егор Яковлев и Дмитрий Пучков уже начали это продвижение на своем сайте. И, ну, встречайте интереснейшую книгу. Она, ко всему прочему, очень интересно написана. Игорь Яковлев пишет, ну, удивительно просто, понятно, и он приводит множество документов, но все это читается на одном дыхании. Поэтому обязательно прочитайте эту книгу. Следующий проект, который выйдет во втором квартале, это Красный Чторм, посвященный революции. Там будут участвовать известные российские историки, которые будут обсуждать самые актуальные темы, связанные с революцией, с революционным процессом 1917 года. Ну, Егор Яковлев также пишет книгу «Борьба престолов» о начале XX века и о борьбе крупнейших мировых держав за господство. И он будет рассказывать там как и о глобальных проблемах в борьбе различных стран, так и о борьбе уже на уровне отдельных личностей, представителей крупных европейских историков и мировых. Вот это тот проект, на который мы все очень рассчитываем. Ну и последний тоже, можно сказать, проект, это наш любимый автор, Борис Васильевич Марков, автор учебника по философии, второе издание которого уже сейчас успешно продается. Это профессор кафедры философской антропологии Института философии, то есть бывшего философского факультета Санкт-Петербургского университета, очень известный человек, писатель у него, вышло множество книг по философии. И вот вышли у нас две его книги, это второе издание по учебнику философии, это учебник «Политическая антропология», где показан новый подход к человеку в области политики, поэтому это будет интересно как всем студентам гуманитарных факультетов, так и людей, которые работают в области политики и даже политики. И готовятся к выходу, уже сданы к типографию, еще два учебника, это философская антропология и учебник «Культура повседневности», который входит в госстандарт по культурологии. Это переизданные и переработанные, и дополненные учебники, которые издавались и пользовались большой популярностью. Вот они сейчас переработаны и дополнены. Ну, вот все, что я вам хотела рассказать, пожалуйста.